Инициаторами выездной проверки в этот раз стали жители поселка Огарево. На дворовой территории ведутся активные работы по комплексному благоустройству. Желания активистов учитываются в первую очередь. Особо остро стоят вопросы нехватки парковочных мест и реконструкции детской и спортивной площадок. В процессе благоустройства нашли решение и создаем парковку на 15 машиноместных мест. Как раз мы на ней сейчас с вами стоим. Также обсуждая проект мы получили запрос от жителей по модернизации спортивного ядра. Необходимо тренажер установить для людей возрасте, для молодежи, которая хотела бы на воркауте заниматься. Поменять сетку, поменять покрытие. Скоро в поселке появится новая современная детская площадка. На ней разместится игровой комплекс с малыми архитектурными формами, качели, горки и песочницы. Кроме того, будет установлено дополнительное освещение, лавочки и урны. Для обеспечения безопасности поселок оборудован камерами видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион». Очень хочется сказать огромнейшее спасибо и нашему губернатору, действующему и вам, и Герману Валерьевичу, и Барвихинской администрации, и всем. Потому что наш поселок просто расцвел. Год назад здесь было страшно сюда входить. Жители обратились с просьбой обустроить тротуар и протянуть освещение на дороге, ведущий в поселок. Андрей Иванов поручил разработать проект и посчитать затраты на его реализацию. В ходе визита по инициативе жильцов глава района посетил магазин, расположенный во дворе. Для пожилых людей он является основным местом приобретения продуктов. В здании давно не проводился ремонт. Условия реализации товаров оставляют желать лучшего. Андрей Иванов пообещал связаться с собственником помещения для совместного решения вопроса. Все предложения жителей зафиксировали, и дальнейшее благоустройство будет проводиться с учетом их пожеланий. Считаем, что если уже зашли во двор, то нужно было бы устраивать на все 100% и спорт, и детство, и ямы, и, конечно, придомовые территории, там, где находятся подъезды. Все, что хотели жители, мы все услышали, все зафиксировали. Считаю, что силами поселения с поддержкой района можно с этими задачами справиться на совершенно короткие сроки. Срок завершения намеченных работ – 1 сентября. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».